всем привет вы на канале в америке и сегодня мы показать сколько стоят дома в нашем районе в городе джонс таун новостройка да мы приехали здесь 8 проектов новых домов сейчас покажем цены планировку стопа фаренгейту 38 сегодня 11 сентября завтра будет лов ровно месяц как мы ведем канал мы забыли микрофон говори громко понял буду говорить громче пошли сюда первый дом 1785 сквер-фитов первый проект дома так давайте посмотрим вот и можно зайти заходим вот кто то есть кто то есть красиво сразу прихожая до верхнюю одежду повесить туалет для нас это туалет мне нравятся такие боковые лестнички иди музыка ой какой большой красиво всегда-всегда нравилось даст со стеклянным открывай пожалуйста спасибо окошечко это о что она хорошо в принципе когда окно возле окна раковина постоянно брызги отмываешь а а здесь в данном случае жир куку ну а что так интересно решение мне дать придется наложить свою музыку ребята ссори мы не будем может выходить мы поняли что такое небольшой бак я арт и мы очень рады что у нас такой небольшой бак я арт да папа я арт и да а открой давай спустимся посмотрим пойдем слушай он финиш как у нас получается тоже утеплен так небольшой помещение то есть сразу можно тут а это ванна там видишь выведен вылезены даст ванна и постирочная да да и лаундри но удобно зашел сразу справа а здесь о так здесь здорово здесь можно просто одно пространство да здесь огородить тупочную да получается комнату здорово мне нравится тоже как у нас высокие потолки и окна большие пойдем наверх кондиционер давай давай гараж да на три машины класс класс подбирай как нравится да говори громче зайка без микрофона пойдем пойдем на второй этаж пойдем идем на второй этаж здесь просто люди ходят поэтому приходится нажимать мне на паузу мягенько красивые перила пойдем мастер бед ой слушай как мне нравится вот это это или она ура у нас может написать такую картину очень красиво мне нравится встань пожалуйста что было видно какого размера павлин глянь а ничего такими нравится кошечки размер комнаты мне нравится наша огромная не знаю что с ней делать потолок покажи сколько у тебя метр восемь метр восемьдесят шесть у тебя рост ну вот отличные потолки это ты еще сделано выше да колонки сразу выведены да забанят не забанят амбарная дверь и вид на школу вот школа которой девчонки учатся вот мы думаем насчет такой двери к нам сверху часто вот в домах мы бываем у американцев и так же как так же да даже так же как у нас тоже нету двери в санузел из ванной комнаты да поэтому делают просто навешивают сверху красиво мне нравится очень такой цвет очень здорово все так делают просто блогеры и я поэтому тоже так и привет есть посидеть место мне нравятся очень душевые кабины и я обалдею от нашей нашу душевую кабину постоянно девочки носят мыться поэтому в бейсменте будем делать тоже душевую кабину ну хорошо дверкой тут большой большой да ну как отдельная комната очень много пространства у нас только нет идем дальше там ты посмотри где там люди будущие да еще для полотенца постельного клея сейчас там люди поэтому обойдем вот так первая детская ой хорошая стул кроват интересно что то можно на всю длину сделать за ней телевизор тоже вариант точно вот это full размер вот такой нам нужно девочкам по размеру а то у них твин уже маленькая на кошечке шкаф тоже такой большой тут еще можно полочки поставить вот так если надо да что еще комод тумбочка стул если сделать полочки в клозете как в шкафу как мы хотим сделать у нас у девчонок то комод не нужен да здесь можно просто такое какое-то широкое кресло а-ля диванчик чтобы можно было просто на нем сидеть не всегда хочется валяться на диване на кровати на чем на чем соня сейчас думаю да вот такой я хочу чтобы мы постелили на первом этаже тоже и у девочек может слушай соня посмотрит заинтересуется мне уютно здесь очень такая оливковая да ванна на две отлично вот люблю такие вот в таких тонах просто ничего не значащая картина вот и она и и интерьер здорово смотрится правда сразу же и не напрягает да здорово здорово мне нравится красиво да это хорошо так хорошо смотрится так и вторая детская здесь окно как мастер бедро ой такая светлая красиво на горы и тоже здесь а здесь немножко светлее оттенок зеленого здесь вид классный конечно ой шикарный покажи наши горы горы просто как будто нарисованы так через телефон особо не видно умопомрачительный вид вот поверьте на слово ребята и как здесь дышится здесь просто оболтенно красиво для старшего ребенка да ну а с окошечком хорошо одеваешься засмотрелся на горы забыл обо всем и опоздал в школу что ты говорил до школы сколько минута с той стороны я показывала да там как раз вид на школу еще одно помещение здесь есть здесь постирочная еще одна как бы что то нет здесь постирочная там просто санузел будет вот здесь вот ну можно и в ресницы сделать постирочная и сразу глажка раковина дваночка висит очень удобно все мы закончили все да прекрасный домик что там по ценам сейчас мы посмотрим по этому дому конкретно или по ценам в конце уже можно в конце да разберемся и скажем в конце да да покажем не придумано посмотрю название этого проекта не выдала телефон только что выдал что завтра ожидается похолодание зая завтра плюс 30 дом номер 2 кренби 2054 скверфита это приблизительно 185 квадратных метров гараж на 3 машины покажу сейчас я покажу его красивый не волну не 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 Кабинет. Слушай, ну вообще замечательно. Я бы так и действительно... Ну только прекрасный по размеру кабинет. А что еще тут надо? Согласен? Сразу в прихожей. У меня стабилизация изображения включена. И поэтому я не могу немножечко уменьшить видео, чтобы было видно... Уменьшить экран. Чтобы было видно все. Самый раз. Для кабинета больше не надо. Вот мне надо с тобой снимать, чтобы было понятно, какая величина комнаты. Дъемки-то. Ну прекрасно. Поставил принтер, компьютер, второй. Замечательно. Так, что здесь ты говоришь еще? Здесь дверь снята, естественно. Половинка. С окошечком мило очень. Вердероб. Замечательно. Замечательно зашел и расстелся. Снял верхнюю одежду. Здесь у нас лестница встречает. Зая, говори громче. Давай, ты будешь озвучивать, что я... Здесь... О, лестница красива. Ой, я так люблю, когда вот именно так оно разбито. Мне так нравится, когда вот полуобороты, да? Ну ты ж не будешь... Полумарш. Полумарш, хорошо. Ты ж не будешь молчать все время. Пошли. Да, обязательно. Да. Здесь вообще стена, просто в одном окно, можно сказать, смотрится. Ага, ага. Тоже прошло утром, но здесь поменьшилось. Здесь вот эта зона даже не нужна. Я тоже так думаю. Зачем она обеденная? Вот эта сканера. Очень уютно. Мне нравится. Так, светло. Кухня здесь очень много всего. Очень много можно сделать. Остров. Ребята, остров это находка. Мы уже это делали раньше. Завтра мы вам покажем. Лепка пельменей на острове. Это просто феерично. Мы как раз купили одну вещь. Тоже вам о ней расскажем. И завтра у нас будет рекорд. Тысячи пельменей, наверное, я думаю, да. У нас рекорд до этого был 500. В общем, ладно, про пельмени потом. Кухня. Мне нравится мой кухня. Но одна. Когда две удобно. Не знаю, есть две удобно. Есть одна тоже удобно. Здесь тоже окошечко это. Покажи. О, двойная. Посмотрел. Есть что-то там, нет? Не надо. А то, как обычно дети. Покажи, как обычно дети у нас делают. Вдруг там что-то появилось. Ну и так же в пейнтри у нас. Вот, кто-то пришел. Папа, кто-то пришел, гости. Пойдем посмотрим. Здесь, наверное, как гараж. Гараж, да. А вот закрыто, хорошо. Закрыто, значит, закрыто. Все равно внутри машины. И тоже удобно. Здесь вышел, пришел из гаража. Через гараж домой зашел. Тоже здесь разделся. Очень хорошо. Пойдем на второй этаж. Пойдем? Пойдем на второй. О, здесь тоже окно такое, наверное. Не очень. Обалдеть. Единственное, только с той стороны мыть. Ты бы лазил. Ну, а здесь такие щетки, что мы, наверное, все губы. Согласна. Согласимся. Как мне? Второе. То, что я люблю еще больше всего, это открытое пространство. Вот такое на втором этаже. Это... Как оно правильно называется? Лофт? Лофт, да. Ну, у американцев, в которых я работаю, они называют это семейной комнатой. Family room. У них тоже, у них часто именно в этой комнате стоят диваны, еще один телевизор, в принципе, как и здесь. У них тут игры настольные и так далее. То есть, когда близкие, друзья, семья, собираются, перед сном они вот тут... Фу, запыхалось. Перед сном тут играют. Вот, да. О, очень красиво. Черно-белое фото. Находки для интерьера, за. Это все идеи, я же все думаю. Здесь тоже неплохая картина. Авторская работа. Нет, здорово, смотри. Дали цвета этой комнате. Очень здорово. Кстати, обрати внимание, здесь тоже потолочное освещение. И шторы. У нас они тоже скоро будут. Блокаут, хорошо. Ты собрался поспать? Да. Здесь чуть поменьше гарнирога. Или это? О, здесь сразу полочки, смотри, как удобно. Сделаешь так же? Сделаю. Вот типа того у Эли хочу. И у Сонечки. Настя, bathroom. 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 Как на с кем правильно выражаться? Никаких зэ. Зэ-зэ. Красиво. Единственное, только мне не очень нравится, что нет двери. Вот здесь, чтобы эту зону, так сказать, закрыть. Красиво. Ковролинчик, ковролинчик. Такой утопающий, но невысокий. Такой очень мягкий. Здесь опять детская ванна. А вот тут что? Ну что? Ну, как я? Ну, нет. Настя, где полотенец? Проходи. Открой, сама. Хорошо. Да. Все как обычно. Вот такая плиточка мне очень нравится. Кирпичик такой, как бы. Вот, слушай, тут ванна прям можно ручки вон там, логоточки положить. Да. Удобно расположиться. Мне нравится. Здесь прям коридорчик, который ведет две детские комнаты. Здорово. Слушай, ну так получается... Ну, плянина не пройдет. Ну, вот с мебелью, наверное, тяжеловато, да, будет заносить. Надо думать об этом при строительстве. Либо через окно. Нет, ну, как обычно в Америке, оно все в коробках разобранное. Заносишь и собираешь на месте уже, да. Размеры, ближе, как у нас. Одна чуть больше, вторая еще. Красиво. Много света. Двойные окна мне нравятся, да? Угу. Ну, так как показывает практика, на втором этаже мы только спим. Американ, Спайдермен. О, Марвел? Да, Железный Человек. Халк, Бэтмен, Черная Вдова, Тор. Все сборы, ребята. Шкаф. Так. Что-то еще есть? Да, там какое-то было помещение. А, тоже лаундри, да, постирочная. Тут уже стоят стиральная и сушильная машины. Интересно, если, то это Вирпул. Хорошо, ты знаешь, какое пространство. Тут действительно еще гладильную можно повесить, да, чтобы ее опускать, когда тебе нужно погладить. Идем в Бэтменд? Да, пойдем в Бэтменд. Подвал, как. Да. Ну, вот, видишь, место для телевизора сюда 75 никак не выйдет. Ну да, наш туда не влезет. Ну да, он, наверное, 50. Потому что в Спайне у нас 55-ка даже, мне кажется, побольше, чем этот. Очень я люблю вот эти. Как полумарши? Да, здесь полностью готовый бейсменд. Ой, красота. Посмотрим, как у нас будет, да? Слушай, нам надо нашу белую тоже заменить на вот такую красивую. Леги полностью, на 50% готовый бейсменд. Ну, главное, чтобы... Зая. Я смотрю, как здесь включить. Зайди, включи. Здесь еще не готово просто. Почти, ты... Я хотела в готовые показать. Ладно, начнем с малого. А здесь у нас что, тоже? Здесь... Санузел. Нет? Комнату можно делать, да? Здесь мейлимот. Розетки вам приведены здесь. Не вижу здесь котла еще пока. Нет, не дальше. Нет, здесь нет. Дальше сейчас посмотрим, что там будет. Ну, давай, за тобой. Да, ну, везде разводка тоже. Кондиционер, сапрельник, все приведено. Тоже все обшитое? А, это будет как склад используется. Вот, планировка, вот, стоит, готовый бейсменд. Он, финиш, спейсменд. Угу. Я покижу вот так. Вот это, куда мы сейчас заходили. Вот он, вот он, куда мы сейчас заходили, да. Здесь местный. Ой, смотрите, смотрите, какая прелесть под лестницей. И, боже мой, ничего себе здорово. И розеточки даже здесь есть. Какая прелесть. И свет. Да, наши девчонки бы оценили. Класс. Я думаю, любой ребенок был бы счастлив, да? Имеет свой такой, как это, штаб. Штаб-квартира. Здесь тоже такие прелесть, самые высокие, широкие. Да. Потому что для бейсмента именно такие. Да, я обожаю тоже такие, зайка. Здесь полуигровая комната и телекомна. Давай я немножко отойду назад и покажу. Высокие потолки. Так здорово. Вот скажешь, да, что это бейсмент? Ты скажешь, что это бейсмент? Супер, просто полноценный отдых. Берем идеи, да? Берем идеи. Вот так, да, я вот тоже об этом думаю. Здесь телевизор даже больше, чем в зале, так сказать. Давай, иди вперед, покажи, что тут есть еще. Интересно, слушай, столько... Это отопление. Вот, хитер и пуля. Вся техника. Всякое разное здесь. Здесь полная ванна. Фу! Замечательно. И здесь есть. То есть, не бегать на второй этаж, да, на третий. И комната. Прекрасно. Вот у Сони... Нет, у Сони побольше будет, чем это. Больше. Больше, да. Шторы, тюль, все у нее будет так красиво. Боже мой. Как здорово. Ну вот... Ну вот, у нее будет и больше гардеробная. Да, и гардеробная больше. Ну вот представь, смотри, вот в бейсменте у нас будет такая красота. Ну это ты... Вот ты сказал бы, что это... Ну ладно, посмотрим, да. Вот ты сказал бы, что это бейсмент. Это просто вообще нет слов. Супер, супер. Соня хочет, кстати, у себя вот так вот за окном поставить либо искусственные цветы на зиму, она хочет. А когда, соответственно, уже сезон, посадить красивый вьюн вот так вот, чтобы оно там все развивалось. То есть будет очень красиво. Пойдем. Мне очень нравится. Я не знаю, сколько раз я сказала, мне очень нравится. Места здесь, конечно, не нравится. Дома очень много. Идем третий проект дома смотреть? Конечно. Так жалко, что свет везде горит, но он специально включен. Не будем, конечно, выключать. Вот эти полумарш замечательные, потому что, например, я по себе сужу. Потом не задыхаюсь после первого марша и стою. Ну, это, конечно, зависит от физической подготовки. Все, пошли в третий дом. Ну что, как называется этот проект? Покажем. Это самый большой из всех, которые у нас есть, да? Который мы сейчас смотрели. Ветерок, да. Самый большой, да? Две сто двадцать восемь. Это уже двести квадратов. Кипертензия растет везде. Какая кипертензия? Герань. Герань. Папа шутит у нас так. Ёлки, боже мой. Как будто вот искусственные, такие красивенные наши горы. Но нет слов. Мы до сих пор... Каждый день наслаждаемся видами и каждый день мы не можем поверить в то, что мы наконец-то, что мы вообще здесь, в Америке, особенно в Колорадо. Но мы еще объездим всю Америку, в Ниагарский водопад. Все самое интересное еще впереди. Да. Красиво здесь, вот очень там посидеть. Здорово. Особенно, когда Хэллоуин, Рождество, когда вокруг все красиво украшено. Теревяшечки такие наслаждают. Приятно заходить в помещение с кондиционером. Да. Вот я что-то побежала, сразу вот заходишь и вот так оно все. Здесь высокие потолки тоже, да? Угу. Сразу здесь встречаю половинку. В общем, туалет. Санузел, да? Тут я так думаю, наверное... Слушай, какие двери высокие, ты обрати внимание. Обручаясь. Здесь написано, что вот. Все большое. Обручаясь. И входная дверь, обручаясь. О, да, да, да. Все, прям почти под самый потолок. Ну, ну... Ну, мне немножко не хватает, наверное, как-то... То ли стены, то ли еще какой-то маленькой полостины, то ли чего как-то... Первый этаж получается ступил. То есть нет никакого отдыха. Камень красивый такой. Очень здорово. Все красиво, все красиво, все очень нравится мне. Посмотри, какой холодильник. Два, можно сказать. Это, наверное, два стоят, да? Да? Да, два холодильника. Не скажи. Там же в Америке в основном два, три, четыре холодильника в неделю. Да, в гаражах, они в гаражах. Один на кухне, остальные в гаражах. Красиво. Вот, кстати, папа, я вот на такой идее тоже думаю. Вот поставить. Ну, чтобы она не использовалась не как барная, а вот именно за спинкой дивана. Знаешь, тоже... Телефон положить. Бокал тот же. Знаешь, когда Кинг к нам приезжает и остальные ребята. Но у нас коты с ними, наверное, все. Ну да. Смотри, кто здесь живет. Собака. Кто там живет? Калиформистское кино. А, интересно. Красиво здесь тоже, такая длинная кухонька. Икра баклажанная. Так, приблизительно вот так. Это приблизительно, потому что зависит от очень многих факторов. На задний двор получается вид. Видишь? То есть ты припарковался, да? Там что-то забыл. Зая, брось мне бумажник. Я открыла окно и тебе... Класс. Ну, плита, смотри, пятикомфорочная. Warm zone melt. Triple element. О, вообще супер-пупер. Что ты там открываешь без меня? Я просто смотрю. Здесь-то все понятно. Здесь стеклянная дверь. Ну, открой. Все равно. Хорошо. Похоже на мак. Хорошо. Очень нужны вот эти вещи, потому что закупаешься всегда много. Незаконченный бейсмент. Начнем с бейсмента в этом доме. Ну, давай. Я вперед. Давай ты вперед. Мало ли там что. Вдруг я упаду. Дверь не буду закрывать. Тоже высокие потолки. Вижу сразу. Чуть-чуть больше, чем везде. Ух ты. Здесь будет санузел. Приведено уже туалет. Раковые на ванную. Закузи, так сказать, можно ставить. Слушай, ну здесь... Ну, иди, чтобы было понятно, какое пространство. Огромное. Ты куда ты? Хотел в лабиринт. Вот тебе лабиринт. Слушай, ну здесь просто здорово. Я не знаю, что тут. Тут, наверное, жалко даже на комнаты делить, да? Здесь хочется... Там в уголочке какую-то барную стоечку, да? Такую овальную. Телепочки все равно делали. Огромный диван, кинотеатр. Вот сюда, например, повесить. Вот такой огромный экран. Раскатывать его, который... Коррекционный. Угу, угу. Я просто представляю, сколько здесь нужно. Это где-то в полтора... Ну, не в полтора, но, может, на процентах. Да, в полтора раза больше, чем у нас, примерно. Думаешь? Да. Ну, может, чуть меньше, да. Но сколько нужно сил еще здесь доделать? Ну, так у нас не меньше. Пойдемте на второй этаж. Вы ко мне на вы? Пойдемте. К зрителям. А, извините. К зрителям тогда надо быть лицом. Я просто надеюсь, что там не один человек сможет из-за этого на вы. Хорошо. Тут еще не досмотрели немного. Вот ты спрашивала, зачем скамья? Вот, пожалуйста, очень часто хочу тебе сказать. Вокруг почти всего с трех сторон стулья стоит, и с одной стороны скамья. На мозга тоже не очень удобно. Во всяком случае, я на скамейке долго стоить не могу. Зона барбекю? Извините, я не сильно в физкультуре в последнее время. Водички? Эх, потом, пошли. Потом может не быть. Ага. Тогда и нам придется здесь остаться. Забанят, забанят. Такая песня шикарная. Здесь без ворса, да. Ух ты! Так поднимаешься и сразу видишь, как дети делают уроки. Здесь пространство еще больше. Класс! Класс! Синий мороз? Класс! Здесь мини-офис получается. Почту там распаковать, посмотреть, да, поработать. Супер! Мне очень нравится. Такой, как Палас. Почти. Но он мягкий очень. О чем задумался? Не, я читаю просто, что специально. А, волк-клозет, значит, что можешь в нем гулять, так сказать. Кукусики! Тоже это амбарная дверь. Папа, не бойся, я сейчас открою. Вот так. Туки-туки, я иду. Привет! Нет, хорошо. Два умывальника. Здесь, кстати, и... Два умывальника – это находка. И у детей еще, конечно, у меня. Мне нравится, когда на полу вот такая вот мелкая, как соты. Менькая. Смотрится очень классно, да? Душ с окошками. Здесь прям можно гулять. Прям зашел. Привет. А я тут. Низкие окна. Большие. Собачка гуляет, салатиста-ретривер. По гаражу гуляет. Да, и на каждом этаже в Америке обязательно пожарную дачу. Датчик дыма. Мне нравится все дома. А тебе, пап? Мне тут все проекты понравились. Как-то, я не знаю, как-то все... Ничего лишнего, да? Все как-то грамотно и... Не знаю, все продумано. Все минуты в столы, в комнате. Ну, здесь не очень удобно. У каждого должно быть свое... Ты дверку прошел. А, полисовать? Ну, да. То есть, допустим, мы смотрим какой-то фильм, да? Как у нас Эля любит у нее. Раз, творчество в голову влетело. Она взяла свой любимый пластилин, либо глину, либо краски. И все, сидит, творит. А здесь все их... А здесь все пластилин, глина, краски. Да, рукоделие. Рукоделие, да, теперь уже. Занимаются девочки, да, плетут всякие разные браслеты. Они уже подружкам в школе наплели. И всякие, как их называют, бусы. Наплели подружкам в школе. Так, здесь у нас лаундри. Да. Вот там должна быть вошен машин. Машин вош. Вошен машин. Одно и то же, по-моему. Ладно. В общем, вот так. Сейчас палец завис. Ой! Сумку забыл. Надо отдать. Нагнай. Ой, как классно. Не качается? Прикрутили намертво. Будет свой, маленький. Будешь качать. Шкура. Я к тому, что еще один. Если вдруг. А то что-то ты замолкал. Вот смотри. Если вдруг у тебя появится малыш, то это кресло для тебя. Чтобы ты ночами сидел, качался и его убаюкивал. В то время, пока мама спит. Это же для пап кресло. Ты думал, для мам? Да, здесь надо много. Здесь представляешь, сколько всего нужно для маленьких. Что-то я размахалась телефоном. Надо помедленнее. Вот такая мне нравится. Мне нравится, когда еще широкие они. Вот на холсте. Вот такой широкий. Элеонора сегодня практически такую же нарисовала. Только на А4 размере. Только маслом. Надо попросить, чтобы она... Купите ей огромный холст, чтобы она уже развила свою бурную деятельность вовсю. Угу. Уютно. Вот цвета в стен разные совершенно, да, в каждом доме. Мне нравится. Спокойно все. Уютно. Да. Так здорово. И если вы захотите купить второй дом под сдачу в аренду, то для этого необходимо внести даунпеймент, то есть первоначальный взнос в размере 25%. По крайней мере так и в Колорадо, в других штатах не знаю. Чтобы сдавать дом в аренду, нужно 25% минимально первоначальный взнос. Мы сколько за свой дом? Первый дом, как... В программе покупки первого дома в... В Америке? В США, да. В каждом штате есть своя программа покупки первого дома. В Колорадо оказалась определенная уникальная программа. И наш даунпеймент составил 27 тысяч долларов. Я в процентах даже не скажу, сколько это сейчас. А стоимость дома 415 тысяч? Да. Ну, в общем, кому интересно считать. Пойдем. Ну и плюс оформление, естественно. А, туда же входит. Я не помню уже. Уже не помню? Уже не помню. Так хорошо жить в своем доме, что я даже не помню. Странно. Вот это, кстати, для Димы очень не свойственно. Он помнит все. У него там великие огромные калькуляторы. Не, я помню, но я боюсь ошибиться и дезинформировать. А, да, это не надо. Ну что? Да, перед дома. Идем смотреть цены на каждый первый, второй, третий проект. Покажем сейчас. Итак, первый проект дома 465 тысяч. От. От, да. Грэнби был второй, 468 тысяч. И Хадсон третий, 475 тысяч. Но это все с незаконченным бейсментом цена. И от. Так, а покажи, где мы живем, где мы купили. Так, вот мы живем вот здесь, в этом районе, так сказать. Вот наш район, где мы живем. Вот здесь находится школа. Да. И вот прямо напротив школы дома. Где мы сейчас вот вам все показывали. А работаю где-то здесь. То есть примерно пешком тоже 3 минуты. И так, приятное завершение трудового дня. Сегодня у нас шашлычок и свиные ребрышки. Так что, ребята, всем приятного аппетита. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok